добрый день уважаемые зрители начинаем наш обзор называется он без индикаторный анализ основных валютных пар с вами кирилл рудович напомню что вы можете задавать все ваши вопросы в чате я бы написал где собственно сейчас чат у нас имеется по поводу звука я знаю что пока еще идут там потрескивание звуки данная временная сложности поверьте мы решаем этот момент решаем этот вопрос скоро я думаю мы его победим начнем наш обзор как обычно с разбора календаря экономических событий мы посмотрим какие же ситуации у нас есть на рынке что у нас там собственно появилась да какие есть новости и так далее так вижу что пока ничего не трещит но если не трещит это просто супер да но я на вся я на всякий случай звук отличный неужели справилась вот но на всякий случай предупредил со звуком да если вдруг кота будет потрескивание вот начнем мы с календаря экономических событий дальше мы переключимся на графике и посмотрим ситуацию на графиках какая у нас тут ситуация сложилась какие там есть возможности для сделок если они вовсе да и много другое что же давайте тогда переключимся на календарик сначала календарь экономических событий посмотрим что у нас тут происходит да сегодня у нас пятница но были данных немножко по новой зеландии выступление еще рба филло это по австралии да было выступление и в принципе ничего сверх естественно здесь нету ждем 1530 индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров энергоносити индекс потребительских цен это тоже инфляция по сша это очень важный показатель именно для доллара а потому что сша в основном ориентируется именно на инфляцию не там на прочие какие-то показатели ну и плюс выступления представители фрс каплана кашкари и так далее и отчет 8 часов по нефтяным вышкам как обычно в конце недели оконцовочка недели вот так что новости принципе не очень-то сильные и следующую неделю посмотрим еще протокол заседания резервная банка австралии в понедельник остальное как бы так только там вторник но и среда что-то более-менее такое важно ладно давайте тогда смотреть что у нас тут на графиках какая картинка какая ситуация начнем с евро доллара открыл эту пока позицию на буквально на пару часов рассчитывал завершить эту позицию вот пока ситуация явно не в нашу сторону но в целом же в целом вход принципе от уровня уровень смотрелся относительно неплохо довольно уверенно и пока пока держимся в позиции пока держимся за позицию но пока не мере пока собираюсь одержать это что касаемо краткосрочных перспектив по евро доллару я думаю что все таки в краткосрочной перспективе это буквально ну может быть на несколько часов там два-три часа четыре это будет откат примерно к уровню 1.17 то есть 1.17.15 1.17.20 это пока лично пока мои мысли мои идеи касаемо евро доллара но в целом здесь уровень 1.17.60 все по правилам все красиво пробитие было единственное что пока цена зависла над этим уровнем а возможно там с выхода новостей да как-нибудь да и дело образумится но в целом если мы смотрим 30 минутки прошлое закрылась под уровнем текущая ближайшая собственно закрылась без обновления максимум я надеюсь что все таки пойдет цена ниже и мы видим все таки продажи по евро доллару это в краткосрочном плане перспективе а если говорить о долгосроке каком-то ну часовик это понятно не долгосрок четыре часа хотя бы посмотрим что у нас здесь на четырехчасовом таймфрейме но здесь смотрится такая знаете тоже интересная картинка этот уровень который мы с вами обсуждали еще да но с которого точнее мы ждем продажи на четырех часах он как бы выглядит как будто вы пробили на самом деле это не пробитие было уровня то есть здесь как таково пробить еще уровня нет то есть я думаю что здесь а вот эта расторговка до накопление позиции она еще продолжится то есть наш продажа еще имеет все шансы на успех вот а что будет потом да потом все таки я думаю что цена пока уйдет ниже это уровне когда его этот уровень пробьют уже наверх пробьют основательно если мы говорим в разрезе четырех часов то это будет свеча примерно такого же размера то есть не вот это как говорят не до свечка на кей но иногда называю а ну действительно реально мощное пробить и например такого размера тогда можно будет быть о том что цена а там пойдет наверх будет лица наверх но пока как мы видим пробить и уровня как такова нет вот и сейчас отодвинем микрофон рекомендации леонида да то есть чтобы уже подобрать а пока как бы пробить и собственно уровня нет и будем рассматривать что есть а в пятницу какие-то прогнозы пока строить тяжело уже будем в понедельник что-то глобальное смотреть дальше вчерашний доллар швейцарский франк но вчера собственно сделка была закрыта да то есть вчера собственно покупки помните мы обсуждали что возможно цена уйдет наверх не прокатило причем я еще по упрямствовал еще один раз заходил в покупки это вчерашняя рекомендация да вот но потом собственно разглядел до силу уровня почувствовал силу уровня и собственно перевернулся дальше в шорт в продажи мало того еще добавлялся собственно еще добавлялся в позиции но пересидел то есть как развивались события по доллар франку вчера да и что собственно происходит сейчас ну то есть вот продажа здесь получился такой своеобразный ложный пробой не пошла цена наверх хотя очень так смотрелось крайне неудачный был первый вход второй вход тоже аналогично тут еще новости были да но потом собственно а продажа с этого уровня как бы уже стало понятно что цена наверх не собирается идти и очень высока вероятность хода вниз продажи добавка еще была с уровня все было в моменте неплохо но проглядел я вот этот уровень который уже позже позже как говорится постфактум нанес это 095 95 по сути 096 то есть круглый уровень важный для цены мощная ну как бы думал что возможно здесь будет какая-то остановка но чуточку пониже давно по сути пришлось позиции закрывать в целом удалось восстановить прошлое потери в моменте и даже немного прибыли заработать профита а что сейчас о паре доллар швейцарский франк то есть какие здесь мысли какие идеи я думаю что с этого уровня откуда я сейчас начинал продажу дав сегодня кстати сегодня еще было дома что как раз таки отсюда начнутся покупки уже на 096 я думаю произойдет разворот единственное что но нам надо конечно же дождаться пробить самого это уровня но 9626 это уровень как только цена его пробьет да тогда пробовать заходить покупки на откате это то уровне единственное что хочу заметить а если евро доллар открыт позиция то валют довольно сильно скоррелированы между собой и открывать покупки по паре доллар франк на мой взгляд не совсем не совсем верно по крайней мере я бы советовал так не делать поэтому поэтому да пока по франку смотрим но вероятнее все будет именно такой сценарий то есть уход наверх давайте стрелочку поставим то есть опять же это по пробитие уровня то есть если уровень падет да если его пробьет то супер то есть цена пойдет дальше наверх дальше фунт доллар по фунту по фунту здесь какая-то заморочка да то есть растянулась все все это дело в пространстве и времени растянулась здесь еще обозначить такой уровень до шипов где-то собственно были прям такие отскоке пока по фунту прогноз давать не буду давайте мы все уровни пока снесем но единственное что этот уровень оставим 1 3025 вот покупки возможно естественно по преодолению цену этого уровня наверх но пока я не рассматриваю покупки по паре фунт доллар я думаю что скорее всего будет продолжение нисходящего движения будет продолжение данным тренда так называемого падающего тренда поэтому пока что по британскому фунту я бы советовал не торопиться можем конечно посмотреть в разрезе может где-то здесь в этом флете что-то получится ну как видите чего-то стоящего за что можно было бы зацепиться нет тем более как я люблю повторять что если есть какие-то другие ситуации более простые более понятны где точка входа лучше просматривается на то не надо мучить этого несчастного фунта и торговать собственно какие-то другие валюты тот же евро доллар например а японская иена доллар сша и доллар сша японская иена но по японской иене собственно у нас но уровень формируется это 109 25 так никита задает вопрос почему выбрали рынок форекс они фондовый или срочные рынки как бы что касаемо фондовых и срочных касаемо фондовых естественно есть у меня определенные проекты и на фондовых рынках да то есть они стороне не стоят там есть нюансы да но естественно и тоже на этих рынках работы по поводу срочного рынка но в принципе в принципе да почти одно и то же я потом могу собственно пообщаться скажем отдельно да там просто есть нюанс который например в рамках данного бина пока не стоит озвучивать но в целом именно рынок форекс то есть нельзя сказать я работаю почти на всех рынках то есть те идеи которые я можно сказать проповедую да они работают на всех рынках в том числе на фондовых и на американском фондовыми на российском фондовым прекрасно все это дело работает ладно давайте вернемся к нашей актуальной теме это японской иене смотрите уровень студии 25 образовала да соответственно что мы можем сделать дожидаемся когда же цена все-таки этот уровень пробьет если будет пробить и просто цена может конечно же не пробить этот уровень согласитесь и как только цена пробивает этот уровень мы ждем отката просто то есть ждем выхода цены за этот уровень ждем пробить и уровня отката цены к этому к этому уровню и тогда уже можно пробовать покупки по японской иене я Я думаю, что на этот раз, на этот раз они должны быть оправданы, хотя, как видите, мы уже несколько раз пробовали сделки по японской иене, и все не то. Но, возможно, мы торопились, возможно, мы, собственно, хотели найти и увидеть сделку. Но здесь картинка смотрится именно таким образом. Как только цена преодолевает 109.25, тогда можно искать покупки. Но преодолевает, это, собственно, должна закрыться выше этого уровня. Пока же, как вы видите, закрытия не было. Даже уровень, наверное, чуточку я уточню. По последней свече. Где-то вот здесь. Ну, 109.22. То есть уточнил тут на пару плотов, их всегда надо брать в расчет, чтобы... Для чего уточнил-то? Бывает такой косяк, что не добивает цена буквально считанные сантиметра до нашего входа. Австралийский доллар. По австралийскому доллару глобально ничего не поменялось. По австралийскому доллару глобально, я думаю, стоит ожидать продолжения нисходящего движения, продолжения даун-тренда. То есть тут уже такой нисходящий тренд имелся довольно давно. И я думаю, что все-таки продолжится он и дальше падать, продолжится он, собственно, и дальше снижаться. Хотя, хотя пока, ну, сомнения. По австралийскому доллару я пока зафиксировал свою сделку, которая у меня была. Вот. И решил пока понаблюдать. Потому что здесь, ну, такие... Такая ситуация довольно... Не то, что интересно, неудобная, да. А здесь можно и покупки искать, здесь можно и в продаже пробовать что-то заходить. Поэтому, когда получается такая двоякость паттернов, двоякость шаблонов, да, я стараюсь их просто пропускать и, ну, не ломать над этим голову. Возможно, это минус, конечно, для меня, но все же. Дальше. Новозеландский доллар. По новозеландскому доллару пока стоит у нас здесь отложенный ордер на продажу. Напомню, что мы... Лимитный ордер, что мы выставляли его, исходя из торговли по дневному таймфрейму, по дневному графику, да. А пока логика остается прежние движения, этот ордер, он может сработать, конечно, но может сработать не сегодня, да. Может сработать и, ну, и, скорее всего, сработает на следующей неделе. Поэтому пока что к этому ордеру претензий нет, пусть себе стоит, да. Вот, что касаемо новозеландского доллара в общем и целом. В общем и целом, картинка пока такова, что цена у нас, да, она 0.73 размещается. Я думаю, что справедливая цена для новозеландского доллара это где-то 0.72. Вот, я думаю, он будет девальвироваться, но не так быстро, не такими, скажем, быстрыми темпами. Дальше. Дуар канадский. Доллар по канадскому доллару не успел зайти в продажу, честно скажу, хотя очень чесались руки, очень хотелось. То есть здесь наметился сейчас откат по канадскому доллару, я думаю, что где-то до, ну, вот, может даже до вот этой отметки, либо, я думаю, что где-то сюда, 1.2660, 1.27, я думаю, что где-то до этой отметки, возможно, по канадскому доллару сейчас будет откат. Вот, и, ну, смотрел здесь продажи, кто по уровням торгует, там, по моей методике, не по моей методике, наверняка бы высмотрели, да, этот шорт, и я надеюсь, что вы его применили. Я просто-напросто не успел это сделать, хотя, казалось бы, следил же за рынком, сидел, смотрел, смотрел, да ничего не высмотрел. Вот, ладно, ну, на дневном графике, в принципе, ну, такие, даже, наверное, чуточку будет, вот, вот здесь будет откат закончится, 1.2677, то есть, если так посмотреть, такая на области, где будет оконцовка нашего отката, и, ну, тут, как видите, не сильно богато пунктов, тут около 40 пунктов, хотя, если рассматривать вход, то есть, 20 пунктов и почти 60, да, то есть, 1 к 3 можно было бы прокрутить, можно было бы это соотношение, 1 к 3, то есть, эту сделку, но пока, собственно, если у кого-то есть, эта сделка открыта, держите, цель, собственно, я обозначил эту цель, 1.2677, такая наиболее вероятная цель, плюс тут еще возможность для добавки, была очень соблазнительная сделка, но, увы, для меня она уже слишком поздняя, да, знаете, такая протухшая сделка, то есть, знаете, как продукты есть такие, вроде бы еще можно как-то съесть, да, но есть уже какие-то подозрения, что продукт испортился, то же самое со сделкой, вроде бы еще не поздно, да, но есть подозрения, что уже эта сделка будет невкусная, вот, поэтому как-то так. Дальше, по золоту, давайте посмотрим, что у нас здесь по золоту есть, вот, ну, золото тут бьет просто все максимумы рекорды, вот, хотя сегодня, ну, смотрите, вчерашний день, огромная свечка, то есть, растут, по сути, раз, два, три дня, четвертый день рост, да, я думаю, что скоро золото уже споткнется и, как бы, может развернуться, да, и, ну, мы видим, что уже некая пауза такая есть, заминка по золоту и стоит этим моментом воспользоваться, стоит этот момент ожидать, а единственное, пока с точки зрения, там, расторговки уровней, ну, не совсем я вижу, как бы, хорошие входы, если только здесь, ну, слишком высоко, да, то есть, от цены, это пока лично мое мнение, да, хотя могу, конечно, ошибаться по золоту, ну, в целом, как бы, да, то есть, как вариант, это 12.81 будет продажа, то есть, когда цена пробьет 12.81, можно будет неплохо, собственно, зайти в шорт, но пока же, пока, просто потому, что нам кажется, что золото будет откатывать, так лучше не делать, ну, подождем, поживем, увидим, посмотрим, что получится дальше. Лонг по Канаде, да, закрыл глобальный свой лонг, во-первых, пятница, во-вторых, сейчас откат идет, ну, попробуем перезайти просто по Канадцу. Лонг еще вчера был закрыт, собственно, когда тут начались вот эти трения, да, то есть, я закрывал вот где-то здесь уже, вот, ну, можно было, как видите, еще немножко выторговать у рынка, выпросить, да, но пока наблюдаем. В целом, пока надо перегруппироваться, поэтому, поэтому с Канадца вылез, хотя планы были большие, ну, я просто, наверное, ну, не смогу так долго делку держать, там, по определенным причинам, да, то есть, поэтому я решил ее зафиксить, пятница и со спокойным сердцем, как говорится, идти отдыхать. Вот, по серебру, ну, из уровней вот этот уровень такой наиболее, скажем, логичный, ну, этот уровень уже потреплен, и, если так смотреть, уровень вот здесь, это 16.96, и я думаю, как раз-таки с него, если цена и обновит его, я имею в виду вниз, да, как раз-таки с него могут продажи и последовать, возникнуть. Дальше. Доллар ЗАР, доллар южноафриканский рант. По ЗАРу, ну, по ЗАРу пока какой-то конкретики, к сожалению, я не вижу, да, и чего-то стоящее не могу сказать, то есть, и фундаментально сложно, и технически здесь цена ведет себя, ну, самым разнообразным образом, поэтому пока что, пока что прогноза нет, то есть, возможно, продолжится рост, ну, знаете, слова «возможно», и прогноз это, ну, как бы такие, знаете, антагонисты, да, то есть, либо конкретно какой-то конкретика, либо тогда ничего, но, скорее всего, по Доллар ЗАРу пока ничего, то есть, чего-то стоящего, ну, не могу, к сожалению, вам сказать. Так, сейчас, секунду. Продолжим дальше, буквально одну секунду. Вот, что у нас дальше? Да, рубль, как-то евро-доллар на что-то очень тухненькое идет, сейчас мы посмотрим, что с евро-долларом происходит, как-то мне он пока не нравится, возможно, придется из него вылазить, хотя очень жаль, да, как говорится, очень жаль, что такое, что так происходит. Вот, доллар-рабль, ну, 60, пока рубль укрепляется, да, хотя это такое, ну, лично, на мой взгляд, явление пока временное. Гэп, открытие, который был с открытия, пытается закрыть, вот, я думаю, закроет, и дальше, скорее всего, будет дорога наверх по паре доллар-рубль, ну, это лично мое мнение, хотя этот гэп уже, ну, по факту, практически закрыт. Вот, из чего-то полезного по доллар-рубль сегодня, ну, в пятницу точно никакой полезности я вам не выдам, да, учитывая, что какой-то хороший стоящий уровень пока здесь, ну, увы, я не вижу. Ну, были уровни, но сейчас, именно сейчас пока нет. Возможно, конечно, немножко укрепление рубля по отношению к доллару, но спор, очень спорный вопрос, поэтому пока нет. Так, фунт-иен этот наш была еще, да, вчера, да, советовал здесь где-то крыться, ну, видим, что провалились еще ниже, да, собственно, ну, бывают такие движения, бывают такие моменты. Вот, сейчас по фунт-иене тоже ничего стоящего не скажу, надо смотреть на иену. Соберется она здесь, да, пробить уровень, разогнаться и немного ослабнуть, либо нет. Пока, как мы видим, не происходит этого, да, хотя еще, как говорится, еще не вечер, и еще может быть все что угодно. А глянем еще раз евро-доллар сейчас чуть-чуть, чтобы поспокойнее было. Как-то он странно себя ведет, не желает снижаться, хотя, ну, как бы мы видим, да, что идет борьба пока, и наверх не идет, вниз не идет, пока, ну, пока будут держать, собственно, продажи. Ну, собственно, упирается цена, и наверх идти не хочет, и это хорошо. Поэтому по евро-доллару пока, я думаю, что стоит поддержать продажи. В любом случае, стоп небольшой, и главное, правильно рассчитывайте объем сделки, объем позиций, это самое важное. Вот, собственно, такой обзор на сегодня по основным валютным парам золото-серебро. Напомню, что все записи, они доступны на канале Альпари в YouTube и в группе ВКонтакте. Вы можете их посмотреть, да, пересмотреть. Все идеи, которые я озвучиваю, они, как правило, еще немножко актуальны, там, практически на день. На этом же я с вами на сегодня прощаюсь. Желаю всем хороших выходных, солнечной, теплой пятницы, субботы, воскресенье, да, и уже в понедельник с вами встречаемся тогда на наших новых вебинарах. На этом все. Всем хорошего дня. До встречи в понедельник на нашем обзоре. Продолжение следует...